Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Сейчас я нахожусь на пятом этаже нашего огромного шестиярусного склада. Здесь у нас ноутскаты, куча оптики, мультимедиа и очень много интересных запчастей именно для вашего автомобиля. Прямо сейчас мы разберем то, что вы просили. Итак, встречаем французский F3R. Двигатель Renault F3R появился еще в 1986 году, но предназначался для нескольких заряженных автомобилей Renault. Более широкое применение этот двигатель нашел в 90-е годы. В 1994 году его применяли на таких автомобилях Renault как Laguna 1, Megane 1 и Space 3. Но еще ранее в 1992 году данные двигатели закупала компания Volvo для установки на свои модели 440, 460 и Volvo 480. В эксклюзивном порядке данный двигатель устанавливали продольно в России на Москвич Святогор. Сегодня мы будем разбирать двигатель, снятый с Renault E-Space 2000 года выпуска. Это рядная четверка с чугунным блоком. Там непосредственно проточены цилиндры. В легкосплавной ГБЦ один распредвал, 8 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют, в приводе ГРМ зубчатый ремень. Двигатели F3R надежные. Во времена своей молодости они очень радовались своих владельцев. На протяжении первых двухсот тысяч километров могли потребовать замены или ремонта стартер или топливный насос. С годами эти двигатели обрастали совершенно разными проблемами, которые в большинстве своем связаны с очень хреновым обслуживанием. Многие владельцы двигателей Renault F3R сталкивались с неисправностью лямбда зонда. Если лямбда зонд не работает либо наблюдается обрыв в его цепи, то тогда появляется соответствующая ошибка. Если лямбда зонд изношен, то тогда двигатель работает нестабильно, расход топлива увеличивается на 1,5-2 литра и двигатель даже может заглохнуть. Точно определить неисправность лямбда зонда можно диагностическим сканером. Параметры должны меняться в пределах от 50 до 900 милливольт. Если они меняются медленно и в меньших пределах, значит лямбда зонд неисправен. Бензонасос на двигателях F3R не выходит из строя одномоментно. Как правило, его производительность снижается. То есть двигатель хорошо заводится, но задыхается при разгонах, то есть не разгоняется вообще. Для проверки производительности бензонасоса надо измерить давление подачи топлива. Давление подачи должна быть больше 3 бар. Расход воздуха у двигателя F3R определяется электронным блоком управления по показаниям датчиков температуры входящего воздуха и по датчику абсолютного давления. Датчик абсолютного давления не находится на впускном коллекторе, а находится справа на моторном щите либо на брызговике и соединен со впускным коллектором трубкой. Выход из строя датчика ничем криминальным двигателю не грозит. Появится ошибка и ЭБУ будет управлять двигателем в аварийном режиме. А вот если датчик будет давать неверные данные, то тогда двигатель будет вяло реагировать на педаль акселератора и дергаться при разгоне. Проще всего разобраться с глюками MAP сенсора по фактическим параметрам работы двигателя, а также можно измерить сопротивление. Сопротивление между центральным и крайними пинами должно быть 360-370 кОм. Дроссельная заслонка двигателя F3R не капризная и практически внимания не требует. Единственная деталь, которая может потребовать внимания, это датчик положения. Если что-то случается с датчиком положения, двигатель плохо и с рывками разгоняется при полном открытии дроссельной заслонки. Но мотор может обеспечивать нормальный разгон при плавном нажатии на педаль акселератора до упора, если какие-то проблемы с датчиком положения, выскакивает соответствующая ошибка. Также замены могут потребовать две прокладки дроссельной заслонки. По ним может быть подсос воздуха, из-за чего двигатель будет держать повышенные обороты, а при диагностике будет обнаружено недостаточное разряжение во впускном коллекторе на холостом ходу. Клапан холостого хода двигателя F3R требует внимания. Когда холостые обороты живут своей жизнью, двигатель не заводится без подгазовки и не работает без нажатой педали акселератора. Эти симптомы указывают на заклинивание штока клапана. Данный клапан просто снимается, чистится, растягивается его возвратная пружина. В большинстве случаев это помогает. Электрические проблемы этого клапана возникают очень редко. При этом загорается соответствующая ошибка Check Engine и двигатель может работать при нажатой педали акселератора. Исправное сопротивление обмотки регулятора 8-10 Ом. Датчик температуры охлаждающей жидкости при выходе из строя или неправильной индикации температуры охлаждающей жидкости может стать виновником неуверенного запуска двигателя или же даже остановки двигателя на ходу. То есть, если двигатель заводится не с первой попытки, а при нажатии на педали акселератора захлебывается и глохнет, надо смотреть этот датчик. Неисправный датчик и обрыв его провода не зажигают никаких ошибок. В диагностическом ПО надо убедиться, что температура антифриза соответствует реальной. Также можно проверить адекватность датчика мультиметром, но проверка будет не точная. Сопротивление между пинами датчика при 20 градусах должно быть 3-4 Ом, а при 90 градусах 0,2-0,3 Ом. Ну а сегодня в разборе такого популярного французского мотора F3R нам будет помогать Николай. И мы начинаем нашу разборочку. Со временем форсунки на двигателе F3R могут выйти из строя из-за сгорания их обмотки. Сопротивление между пинами в разъеме должно быть 13-16 Ом. Характер распыла форсунок можно проверить на снятой, но подключенной к двигателю топливной рампе. Подставляем емкость, ключ на старт и проверяем распыл. Как правило, выясняется, что есть пару льющих форсунок. В топливной рампе находится регулятор давления топлива с обратным клапаном. Задача регулятора – поддерживать в топливной рампе давление, которое соответствует нагрузкам на двигатель. На холостом ходу давление в топливной рампе должно быть 2,5 бар, минимум 2,3 бар. Клапан регулятор не должен сливать топливо, если давление в рампе не более 3 бар. Из-за недостаточного давления топлива в рампе двигатель плохо тянет под нагрузкой. А вот если регулятор нагнетает большее давление в топливной рампе, тогда количество впрыскиваемого топлива увеличивается. Расход топлива увеличивается, и выхлопные газы пахнут бензином. Двигатель F3R оснащен парой сдвоенных катушек зажигания, с высоковольтными проводами при пропусках зажигания, при нестабильной работе двигателя, также при провалах, при разгоне. Если эти симптомы происходят в сырую погоду, то значит надо обратить внимание именно на эти детали. Катушки можно поменять местами, либо же подключить к другой паре цилиндров. Если пропуски зажигания сместятся, значит можно вычислить неисправную катушку. Ремень ГРМ на данном двигателе подлежит замене каждые 60 000 километров. Если он рвется, то поршни ударяют по клапанам, клапаны разбиваются. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот он, единственный распредвал двигателя F3R. Кулачки в отличном состоянии, а вот на шейках видны задиры. Напоминаем, что все двигатели, которые мы разбираем в наших разборках, не прошли строжайший контроль качества от компании «АвтоСтронг». Итак, так как двигатель F3R не имеет гидрокомпенсаторов, то нуждается в регулировке тепловых зазоров каждые 50 тысяч километров. В зависимости от версий двигателя, регулировка тепловых зазоров производится подбором шайб либо толкателей. Предварительно нужно померить существующие зазоры и определить размер регулировочных шайб. Со временем зазоры уменьшаются, поэтому шайбы нужны меньшей толщины. Иногда мастера не покупают новые шайбы или толкатели, а шлифуют старые до нужной толщины. Номинальный зазор клапанов должен быть для впускных 0,4 и для выпускных 0,2 миллиметра. Регулировочные шайбы можно поменять без труда, не снимая распредвала. Даже документация Renault предусматривает такой вариант блокировки поочередной клапанов с помощью специального инструмента, который всовывается в свечное отверстие и вставляется между открытым клапаном и его седлом. Далее проворачиваем распредвал нужным кулачком вверх и без труда подкидываем шайбу. Но этот фокус не срабатывает на поздних F3R с индексом 768 и выше. Там используются толкатели тарированной толщины, для замены которых надо снимать распредвал. Но владельцы меняют эти толкатели на комбинированные, чтобы данную процедуру производить проще было и дешевле. При неправильных, как правило, уменьшенных зазорах нарушается газообмен в цилиндрах. Соответственно, двигатель нормально заводится, но плохо тянет, работает нестабильно и пытается заглохнуть до прогрева. Если зазоры ушли в выпускных клапанах, то в соответствующих цилиндрах уходит и компрессия. Раздаются хлопки в выпускной системе. Если выпускные клапаны не закрываются, то они быстро прогорают. По наблюдениям, быстрее всего уменьшается зазор у выпускного клапана четвертого цилиндра. Также есть случаи, когда тепловые зазоры увеличиваются, о чем говорит металлический цокот на холодную. В двигателях F3R обнаруживается течь масла наружу по прокладке ГБЦ. Также этот двигатель очень не любит перегрева. При перегреве ГБЦ легко деформируется, антифриз попадает в цилиндры, газ попадает в систему охлаждения. И тогда надо проверять ГБЦ на геометрию, потому что просто заменой прокладки в данном случае не обойтись. Посмотрите, что мы обнаружили в цилиндрах. Две шайбы, по которым лупанули поршни. Эти шайбы попали по ГБЦ и слегка ее деформировали. И такое случается. Напоминаем, что блок у данного двигателя чугунный. Если говорить по состоянию цилиндров, то хон присутствует. Но напоминаем, что из-за двух каких-то шайб, которые, скорее всего, забыли при ремонте данного двигателя, поршни побиты. На двигателях F3R можно встретить масляные насосы двух типов. Более ранние приводятся от промежуточного вала в передней крышке двигателя и более поздние, как в данном случае, цепью от коленвала. При использовании некачественного моторного масла данный двигатель может застучать поршнями. Стук будет слышен на холодном двигателе до прогрева, но стук этот можно и не заметить, потому что он ничем не выделяется на фоне работы двигателя. Стук происходит из-за износа поршневых юбок и поршни буквально болтаются в верхних мертвых точках. Ну а теперь по состоянию. Так как поршень бил по каким-то левым забытым шайбам, он раскололся. Если говорить по состоянию вкладышей, что коренных, что шатунных, они в хорошем состоянии. Обратите внимание на сильно закоксованные маслосъемные кольца. Поршни данного двигателя имеют полноценную конструкцию. У данных поршней есть сквозные отверстия для отвода масла. И коленвал у данного мотора визуально без замечаний. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали простой и надежный французский двигатель, который, к сожалению, чаще всего погибает из-за неквалифицированного ремонта либо же экономии на обслуживании. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, они у нас лучшие. Заходите на наш сайт и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова